здравствуйте друзья рада приветствовать вас на нашем канале сегодня на связи у нас вадим это руководитель миграционной компании сегодня мы поговорим о таких способах переезда в канаду как через студенческую визу и для бизнес стартапов и инвестиционных проектов здравствуйте здравствуйте а действительно те направления которые вы сказали они самые популярны одни из самых популярных очень много молодёжи переезжают в канаду те кто закончил среднюю школу и переезжает учиться в университеты в колледже канады такое обучение дает возможность человеку получить международный сертификат студенту получить международный сертификат или диплом и вернуться назад или остаться в канаде канада будет Очень рада, если студенты иностранные, которые прошли обучение в Канаде, остаются здесь и работают на канадские компании, поскольку с большой вероятностью эти люди не сядут на пособие по безработице, не будут обузы для социальной системы Канады, и, соответственно, Канада с большой радостью предоставляет право работать в Канаде в дальнейшем и получить ПМЖ. Категория предпринимателей также очень интересна, поскольку она позволяет пригласить людей, которые создадут рабочие места и, опять же, улучшат экономическую сферу Канады. Стоимость программ для предпринимателей, есть опасения в том, что она достаточно высокая. Была программа инвесторов, которая требовала инвестировать миллион долларов или полтора миллиона долларов. Сейчас программы снизили эту планку по необходимым финансовым средствам. Есть регионы Канады, которые требуют инвестиций порядка 200 тысяч долларов, есть, которые 500 тысяч долларов. А есть программы стартап виза, которые вообще не требуют инвестиций. Достаточно иметь свой инновационный проект, который будет принят либо инвестиционным фондом, либо бизнес-акселератором и создаст рабочие места в Канаде. Бизнес-акселераторы, немножко я расскажу, это структуры, которые созданы на базе университетов Канады. Они, как правило, находятся во всех больших городах, там, где есть университеты. Они проверяют эти проекты, то есть нужно подать проект в определенной форме, в виде бизнес-плана. Они их смотрят. Если он перспективный проходной, они делают поддержку при иммиграции. То есть они делают письмо поддержки, которые позволяют подать документы на иммиграцию. Иногда акселераторы просят, чтобы заявитель приехал на обучение к ним. Длительность такого обучения может быть от двух недель до трех месяцев. Причем некоторые акселераторы, которые собирают проекты по всему миру, часто выезжают на обучение, проводят обучение в различных странах. И вот недавно такие обучения были в Москве, в Алмате и для китайских предпринимателей в Японии сделали выездную сессию. То есть, в принципе, акселераторы заинтересованы в том, чтобы привлечь специалистов с хорошими проектами, инновационными проектами в Канаду. Если говорить, например, о финансовой составляющей, то есть человек, который хочет открыть свой бизнес, стартап, на какую сумму ему рассчитывать? Да, очень хороший вопрос. И я бы его, я назову диапазон, то есть примерно около 30-40 тысяч долларов будет достаточно на все. На подготовку правильного бизнес-плана, перелета в Канаду на обучение, даже в Канаду, если нужно лететь, проживание здесь, питание во время обучения, подготовка полностью миграционных документов на всю семью. То есть вот расходы по такой программе будут в диапазоне где-то 30-40 тысяч долларов США. Окей, ну, в принципе, вообще небольшая сумма, это я так сразу говорю, в принципе, это какая-то двухкомнатная квартира в Крущевке, да, если там по российским меркам. Можете привести примерно хотя бы, вот какие, например, из малых бизнесов, да, что можно на эти деньги вот открыть человеку для переезда, чтобы... Это деньги не для открытия, деньги для того, чтобы проект провести по этой программе, и семья приехала. Для открытия бизнеса, если человек действительно хочет заниматься, ему может потребоваться больше инвестиций, но большое преимущество вот прохождения такого обучения в акселераторах в том, что они помогают найти финансирование. Либо сам акселератор входит в проект в качестве инвестора начального, либо они сводят канадских инвесторов инвестиционные фонды, показывают этот проект, что он перспективный, и приглашают их для инвестирования в данный проект. То есть очень редко, когда владельцы проектов, хороших проектов, вынуждены инвестировать свои деньги в развитие. Очень часто им помогают ангел-инвесторы на первом этапе, когда требуется какой-то начальный капитал именно для развития бизнеса. Окей, я поняла. Но это если у человека есть какая-то хорошая идея. А если у него такой идеи нет, но есть какая-то денежная сумма, и он хочет приехать в Канаду, открыть какой-то маленький бизнес? Вы знаете, есть хорошая фраза, которую нам иммиграционная служба говорит, то есть канадский паспорт не продается. То есть нельзя купить канадский паспорт за деньги, нужно пройти по какой-то программе. То есть человек не просто должен иметь деньги, которые инвестировать. Вот по программе инвесторов такая возможность была. Эта программа требовала инвестиций полтора миллиона долларов в Канаду на пять лет беспроцентно в экономику. Сейчас программы, которые работают, они требуют открытия бизнеса, его поддержания, то есть вовлечения человека в этот проект. Если покупка бизнеса, я бы назвал стоимость где-то начиная от 200 тысяч долларов США, более реалистично это где-то 300-400 тысяч долларов США. Это в случае, когда идет покупка готового бизнеса. Хорошо. А скажите, пожалуйста, есть ли возможность открытия филиала компании? Если у человека есть какая-то компания в Европе или там в странах СНГ, в России, то может ли он по какой-то более, скажем, упрощенной системе открыть филиал компании? Ну, открыть филиал компании, безусловно, можно. То есть можно, как иностранец, может открыть в Канаде филиал своей компании или зарегистрировать новый бизнес, но это не поможет при иммиграции. То есть для того, чтобы получить ПМЖ в Канаде, необходимо соответствовать определенным критериям и пройти определенную процедуру именно вот иммиграционной программы. То есть факт открытия бизнеса не является основанием для того, чтобы вам дали ПМЖ. Допустим, там просто купить бизнес и пусть им кто-то занимается нельзя. Или купить недвижимость, нам очень часто говорят. Давайте мы там за полмиллиона купим недвижимость. К сожалению, покупки недвижимости не ведет к получению ПМЖ. Окей, хорошо. А, например, будет ли это гарантировать хотя бы визу въездную, чтобы человек мог систематически... Очень хороший вопрос, да. То есть всегда посольство имеет право отказать от выдачи визы. Независимо от того, инвестированы ли у человека деньги в Канаде, в бизнес или в недвижимость. Посольство всегда может отказать. И тут будут другие факторы совершенно влиять. И, как правило, это будут службы безопасности проверять, кто этот человек, откуда эти деньги и тому подобное. Нельзя сказать, что открытие бизнеса будет гарантировать ему въезд в страну. Хорошо. А отказ апеллировать можно? Можно. То есть мы работаем с апелляциями, можно это сделать. Нужно понимать ситуацию. Всегда, когда есть отказ, Канада, в отличие от США, да, мы имеем возможность получить доступ к файлу иммиграционному, визовому иммиграционному. То есть мы видим, что офицер написал в отказе. То есть что именно ему не понравилось. Вот в США такой функции нет, к сожалению. Мы видим, что офицер написал. Иногда аргументы, мы говорим, что вы знаете, эти аргументы, их можно апеллировать. Действительно, мы можем предоставить какие-то дополнительные бумаги и показать, что вот полный пакет документов и получить положительное решение. Иногда мы видим, что, к сожалению, на основании того, что офицер указал, мы не сможем решить эту ситуацию. Или мы не знаем, то есть есть риск о том, что там апелляция ни к чему не приведет. Бывает такое. Это очень-очень индивидуально. Да, это очень уникальная особенность, потому что, ну, далеко не везде, я понимаю, только лицензированный адвокат может делать запрос. Но, тем не менее, это здорово, да, что вы нам рассказываете такие интересные вещи, потому что от блогеров такой информации просто ее не узнаешь. Хорошо, Вадим, спасибо вам за то, что подробно рассказали и раскрыли еще одну тему, как и для меня, и для подписчиков. Действительно, это очень интересно. Буду рада с вами снять еще другие видеоролики. Спасибо вам, буду рад общаться с вами. До новых встреч. Всего доброго, до свидания.